Добрый день дорогие друзья, уважаемые зрители нашей трансляции. Снова мы с вами перемещаемся во дворец спорта Янтарь, где берет уже свое начало первый особый вынесенный тур 6-го первенства Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд. Он же 14-й уже по счету чемпионат лиги ЮНИВЕНС и начинают этот тур команды Газпром Энергохолдинг и Московский банк Сбербанка России. И Гэх играет в уже ставшей традиционной, запомнившейся нам в форме черного и желтого цветов Сбербанк. В не менее традиционной, вот как с самого начала зажигает вратарь этой команды. У него тоже форма, кстати, черно-желтая. Может быть по ходу матча судьи обратят на это внимание и оденут нашего вратаря в специальную манишку. Может быть и без этого разберутся, посмотрим. Это не главная интрига. Этого противостояния интрига заключается в том, что команды хорошо знают друг друга. Ее уже не первый сезон проводят в одном первенстве. Разные результаты были достигнуты по итогам прошлого сезона. Разные кардинально. Газпром Энергохолдинг на втором месте. Остался не сумев догнать Беридиан Энерго. Московский банк Сбербанка России начал очень удачно, но закончил на седьмой позиции в таблице. У Сбербанка было противостояние с ближайшим соперником Статнефти. У Сбера было 10 очков. По итогам первенства у Статнефти 11 баллов было набрано. Сидин здесь рискнул в передаче. Мяч в итоге ушел за пределы поля. Гэх неспешно его разыгрывает. Сразу посмотрим, как команда сыграли в прошлом сезоне. У Газпром Энергохолдинга не возникло особых проблем со Сбером. 2-0 и 3-0 результаты двух матчей. Сбербанк. Сбербанк оказывается с мячом, но ненадолго оказался. У Сбербанка видим изменения в составе по сравнению с прошлым сезоном. Есть несколько новых игроков. Будем с ними знакомиться. У Гэх. Костяк. Ну, остался в принципе тот же. Много человек на скамейке запасных. Даже не пятерка. Значительно больше. Да, Сидин на мяч дошел. Сидин заигрывается сегодня, но пытается себя завести. Как Криштиану Роналду. Образца двух-трехлетней давности. Нужно сначала сделать пару финтов в начале матча. И тогда игра пойдет. Ну, пока команды входят в игру. Видно, что перерыв в матчах сказался на собранности, концентрации, форме. Первое нарушение правил. Гэх фалит. Дабл-клик опять. Сидин, сам пошел в атаку. Ну, уж слишком просто хотел пройти соперника. Мало ударов. Кадается в контратаку выйти Сбербанк. Быстрая атака не получается. Теперь позиционная может только пойдет. У Сбербанка продолжают по ходу матча подтягиваться игроки. И теперь уже три полевых игрока на скамейке. Один голкипер. Есть кем усиливать игру. И гол. Такие забивает Газпром Энерго Холдинг. Сидин отправляет мяч в сетку. Ворота передачи Фролова. Один-ноль. После пяти с половиной сыгранных минут. И вот здесь перехват получился у Газпром Энерго Холдинга. Зажимают вратаря и отнимают даже практически у него мяч. Поле закончилось раньше, чем игрок достиг мяча. Фолл от Сбербанка. По нарушениям правил сравнялись команды. Один-один. Чего не скажешь о счете. Не точно получился удар. Ближе, ближе, ближе. Ближе, ближе, ближе. Пробуй сам, пробуй. И свободный удар мы увидим. Вторая передача вратарю. Мяч не пересекал центр поля. Насадная ошибка от игроков Сбера. И опасный минуслов на путь за других ворот. Насадная ошибка от игроков. Бей, бей. Бей, бей. Ладно, давай, бей. Бей, идем. Далее. Стой. 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 Кипас, удар. Ни какой серьезной опасности все-таки у ворот не возникло. Все было достаточно предсказуемо. Фролов ушел от двух соперников. От третьего пытается уйти и уходит успешно. Стой. 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 И угловой удар. Сидит. сидит и закончилась на нем атака минуту и 10 секунд нужно в первом тайме отыграть очень много потери у сбера при переходе в атаку а вот здесь может получиться уже контратаку сбербанка снова без удара хороший очень азартный получается матч без центра поля сразу в атаку идут обе команды и время в ротарю идти в атаку атаку много рискованных передач ворота никто не защищает хорошо получилось у сбербанка может быть почаще стоит включать вратаря все очень четко конечно на грани но самый главный результат создали под занавес тайма опасный момент 1-0 с таким счетом команда уходит на перерыв второй тайм сбербанк и газпром энергохолдинг сбербанк пытается с первых секунд второго тайма забрать инициативу и наносит сразу удар поваром соперника вратарь тоже обратим внимание с первых секунд выходит за середину поля и вратарь бьет издалека пристреляться нужно пока не точно очень газпром энергохолдинг видно не ожидал такого штурма с первых секунд пока несколько нервно действует при обороне команды до седина гениальная передача дошла и он обязан был сейчас забивать но мажет вот и опять вратарь идет в атаку отличный пас просил сейчас третий номер сбербанка пенальти ворот соперников вместо этого получает желтую карточку абсолютно заслуженно да споткнулся он на соперника но как то иначе трактовать этот момент ну так его можно трактовать иначе конечно не как касание было падение было после столкновения но не было нарушения так и и и а и 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 Рискует Сбербанк, оставляет ворота незащищенными в угоду атаке. Здесь любая потеря может привести к пропущенному мячу. Угловой ворот ГЭХ, чуть выше перекладина мяч пролетел, и был рикошет, будет угловой. Сбербанк, запутал сейчас. Сейчас защитников «Газпрома» и «Эргохолдинга». Может быть имеет смысл сейчас ГЭХу провести замены и ввести игроков защитного характера. Но вместо этого, и то же, что безусловно правильно, ГЭХ берет таймал. Нужно обдумывать последующие действия. Но еще пять минут и девятнадцать секунд. Ну, замены, видимо, не были проведены. Та же четверка на поле осталась. Нарушение правил у «Газпрома» и «Эргохолдинга» задвоксировано. Второй холдинга. Еще одно нарушение. Игра рукой. Фролова не дошла передача, если честно, хотя находился он свободен. Свободный. Игра рукой. Я сейчас встался в поле. Сидин прочитал ситуацию. «Газаров». Нарушены были правила против него. Нет, сейчас нужно мяч поставить на нужную точку. И еще одна желтая карточка еще одному игроку «Сбербанка» за разговоры с арбитром. «Сидин» ошибается, извиняется, ругается от досады. Такой нервный, получается, стартовый матч наших соревнований. Мяч попадает в потолок, но, по-моему, еще перед этим покинул снаряд предела поля. Так что, в любом случае, аутка. Две минуты нужно додержаться «Газпром» в энергохолдингу. Удар и гол не выдерживает «Гэх». Этот натиск соперника пропускает мяч. Ну, это логичное, но еще пока не завершение второго тайма. Нарушение правил. Дождался арбитр окончания момента. «Тайм-ау» берет «Сбербанк». Хорошо, но смотрится это все нормально. Коробки я же вообще сказал нахрен нанести вниз. Да, да, коробки убирайте нахрен. Этот, и возьми, и посмотри, скатерть, если это маленькая, ты сегодня заставал большую белую скатерть. Ух ты! Это от нефти сегодня оружие привез. В смысле? Эмиль. Ооо. На поле. Гениатуре. Гениталина. Супер Эмиль. Супер Эмиль. Куда ты пошел? Так, смотрим штрафное в исполнении Сбербанка. Счет 1-1. Минутой 21 секунда до финального свистка решили сразу пробить. Неудачно. Сбербанк не уходит с чужой половины поля, что примечательно всем составом, включая вратаря. Сбербанк. 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 Последняя чистая минута уже идет. Уйди сзади. Всего 40 секунд остается до ее окончания. И еще одно нарушение. Пятый фол у Газпром Энергохолдинга. Все последующие фолы будут наказаны 10-метровым штрафным ударом. Байдов, байдов! Здесь нарушение не будет зафиксировано. Но может быть только в исполнении Сбера. У них фолл номер 3. Десять секунд. Последняя атака, удар прямого вратаря Может быть я и поспешил сказать, что та атака была последней Но вот здесь звучит финальный свисток и счет финальный 1-1 Субтитры сделал DimaTorzok